всем привет друзья сегодня у нас тема нашего видео посвящается газону мы вам обещали что будем очень много снимать о газоне естественно времени у нас не хватает снимать каждый день ну как получается тема у нас будет сегодня газон зимой вот у нас выпал первый снег сейчас у нас ноябрь месяц снег выпал конечно рановато уже давно такого не было итак с наступлением морозов и осадков в виде снега газон естественно впадает в спячку вегетационный период у него уже закончился выпал снег естественно по газону если маленький снег ходить нельзя а почему ходить нельзя сейчас я вам расскажу если вы будете ходить только по выпавшему снегу и на улице допустим там минус три минус четыре останутся на газоне следы днем светит солнышко потому что еще как бы ранняя зима или конец осени снег тает и там где вы наступили он растал но он не может до конца растаять и получается как корочка уже и весной после этого как вы походили еще в конце осени зимой неизбежные проплешины на этих местах именно где ваши следы были там могут быть большая вероятность что будут проплешины и так если вот давайте сейчас посмотрим давайте вот сюда выпал у нас нет и вчера было плюс плюс два днем до плюс два днем было плюс 3 и снег растаял и сейчас образовалась вот такая ледяная корка потому что сегодня уже у нас на данный момент четыре часа вот вечера минус пять на улице образовалась ледяная корка ледяную корку если у вас есть возможность желательно все надо можно некоторые советуют катком пройти если большая территория катком чтобы ледяная корка вся поломалась ну я бы сделал на такой небольшой территории просто можно обычными граблями побить побить ее чтобы в газон поступал воздух потому что газон сейчас как получается как в коробке воздух не поступает и он начинает там подпревать под снегом почему не подпревает потому что снег пористый туда поступает воздух а лед это самый такой самая большая проблема ранней весной поздней осенью зимой такой зима не очень холодная лед всегда надо дробить чем-то чтобы газон дышал если на улице снега выпало 20-25 сантиметров можете спокойно спать газон ваш природно природа его укрыла как одеялом и газон нормально себя чувствует поступает даже через снег туда солнечные лучи поступает воздух этот снежный покров весной будет служить как питатель газон будет питаться ранней весной водой естественно весь снег растает и газон начинает поглощать эту раз расставшую воду это плюс для газона зимой нежелательно устраивать на газоне какие-то катки есть и уникалы что на газоне начинают там на коньках кататься на санках ездят газон уплотняется образуется также самый лед потом он долго этот лед тает и газон естественно у вас пропадет или будет долго выходить с зимы после зимы если у вас рядом с газоном дорожки и вам некуда бросать всех разбрасывайте его равномерно не надо делать такие кучи по по три по два метра равномерно желательно старайтесь разбрасывать этот снег весной только началась оттепель вот эти все кучи если вы видите что газон уже растает тротуары у вас тоже вода на них видно что уже наступает весна эти кучи нужно все лопатой поразбивать поразбрасывать равномерно по всему газону чтобы они быстрее начали таять чтобы газон уже увидел первые солнечные лучи и начинал просыпаться друзья прошло две недели выпал снег сейчас на улице минус 5 и мы сейчас сопоставим в газон какой под коркой да то что я вам только что видео показывал там плюсовая температура то первый снег и там корочка но вы видели да и сейчас посмотрим какой как себя газон чувствует при минусовой температуре и при снеге где-то сантиметров 5-7 снега давайте посмотрим как газон выглядит газон мягкий полном порядке мягкий газон корочки льда нет если будут всю зиму вот такие маленькие снега и небольшие и не очень маленькие вот такой снежный покров будет и нормальная температура минус 5 минус 10 даже больше снежный покров защитит ваш газон от мороза если уже большой снежный покров газон может немножко подпредь и вот я вам сейчас покажу как нельзя зимой по газону вообще нельзя по газону желательно не ходить вот если мы наступаем вот протектор мой остался да начнется оттепель весь снег растает а этот притрамбованный снег он также так само и останется в основном такие следы очень плохо в начале весны когда уже газон начинает оживать не оживать а просынаться правильно сказать и остались такие следы этот газон что под обычным снегом не под трамбованным он снег растаял и газон уже начинает просыпаться а здесь будет замедление пока эта корочка вся расстанет корочка естественно останется после следов и там напоминаю неизбежный проплешины будут на газоне пятна если вы зимой вот так по газону походили желательно если нет потребности по газону не ходить в общем кратко все о зимнем газоне мы рассказали спасибо что у нас смотрите спасибо за подписки ставим лайки пальцы вверх всем пока